Казахстан Казахстан Название озера говорит само за себя. Любителям рыбалки здесь скучно не будет. Язевое озеро относится к рекреационной зоне Катон-Карагайского национального парка. Ежегодно его посещает до 3,5 тысяч туристов. После трудного участка экспедиции мы тоже решили один день отдохнуть на берегах Язевого озера. Максим Левитин и инспектор Жанат Сулейменов после экспедиции в Чиндагатуй отправляются на озеро Язевое, чтобы пополнить продуктовые запасы свежей рыбой. Чтобы попасть на Язевое озеро, из районного центра Катон-Карагай нужно добраться до поселка Берель. За поселком дорога на Рахмановские ключи тянется вдоль берега реки Берель. 12 километров мы проезжаем за поселком Берель и возле указателя Кара-Айрык мы поворачиваем налево и буквально в 100 метрах переезжаем Белую Берель по мосту. В пару километрах от моста находится деревня Язевка. Поселок Кара-Айрык, бывшая Язевка, находится неподалеку от устья правого притока Берели реки Язевое. Нас восстановил очаровательный инспектор национального парка, ее зовут Лаура, она сейчас проверит наши документы, мы поедем на озеро Язевое. На выезде из села необходимо отметиться на КПП, национального парка. Экологический сбор – 3,5 тысячи тенге. Можно заплатить в Катон-Карагай, в конторе парка, либо прямо на КПП. Контрольно-пропускной пункт в районе поселка Язевое и до озера Язевого 18 километров. Дорога горная. Местами дорога поднимается круто вверх. На берегу озера в небольшом пансионате можно снять гостевые домики, заказать баню, арендовать катамаран. Можно за 250 тенге в час арендовать катамаран и покататься по озеру или порыбачить с катамарана. Но мы решили ночевать в палатках. Противопожарные правила национального парка позволяют разбивать бивуаки только в специально оборудованных местах. Мы подъехали к одному из таких мест. Здесь ровные площадки для палаток и место для костра. В это время, жаркое время года, сделать пожар в лесу очень просто. Кстати, за это предусмотрен не только громадный штраф, но и уголовное дело. Поэтому огонь можно разводить только вот в таких вот специально выложенных камнями очагах. Быстро ставим палатки и выходим с удочками на берег озера. С озера открывается отличный вид на Белуху. Эта гора уже не одну сотню лет привлекает к себе удивленные взоры путешественников. Она издревле окружена мифами и легендами. Все религии, когда-либо существовавшие на Алтае, наделяли Белуху некой сакральной силой. Исповедовавшее тенгрианство, древнее население Алтая считало, что на вершине высочайшей горы обитает богиня Умай, а злой ярлик стережет ее от незваных гостей. Поэтому для непосвященных считалось опасным даже приближаться к ее подножью. Это была привилегия шаманов высокого уровня. Сейчас священная гора стала демократичнее. Она пускает к своему подножью всех, кто в состоянии пройти пешком или проехать на лошади несколько десятков километров. А вот взобраться на вершину могут только опытные альпинисты. Белуха – опасная гора. Немало смельчаков полегло на ее склонах под внезапными камнепадами и лавинами. Мы же выбрали рыбалку на Язевом озере. Кстати, рыбу видно издалека. По воде расходятся круги, прыгает рыба. Не знаю, крупная или нет. По предварительным данным, в этом озере обитает, конечно, язь, потому что она называется язевым. Также форель и хариус. Мы собираем удочки с самой простой оснасткой – поплавок, грузила и крючок. В качестве наживки используется кукуруза, либо хлебный мякиш. В общем, план у нас такой. Сейчас мы пойдем попробуем на озере поймать Язя, а потом спустимся на реку и будем ловить хариус. Ну, на Язя, чем опера проще, тем она лучше. Снасть нехитрая. Она состоит из крючка, поплавка, грузила, лески 0,2 мм и 4-х метрового удилища. Язь клюет на обе приманки одинаково хорошо. А вот ловятся вот такие вот язьки небольшие. Ну, мелочь, правда, клюет очень часто. И вот этого мы, пожалуй, себе заберем. Максимальная глубина озера в середине достигает 20 метров. Возле берега достаточно мелко – всего полтора метра. Первые три километра язьевая течет по межгорной долине и имеет спокойный характер. Течение небурное, берега сильно заболочены. Места для стоянок занимают несколько компаний городских рыболовов. Две семьи, любители автопутешествий из Астаны, рыбачат неподалеку. Ну, я-то, в принципе, не рыбак, я так, турист. Поэтому у меня одна удочка, один поплавок, один крючок. И банка бедюэли, и то более-менее. К вечеру клёв активизировался. Небольшие язи величиной с ладошку клюют один за другим. Откровенную мелочь, по закону спортивного рыболовства, отпускаем. А берем только рыбу весом от 200 граммов и выше. За два часа непрерывного клёва набралось целое ведерко. Как тут обойдешься без фирменного блюда всех рыбаков? Уха получилась отменная. Правда, рыба немного костистая, зато очень ароматная. В жареном виде особенно вкусным получился мелкий язь. Ну, попробуем. Ммм, по-моему, готово. Ну, язь можно варить, по-моему, не более пяти минут. Он разваривается. Максим решает сходить на разведку вниз по реке. Опытные люди говорили, что ниже по течению ловится крупный хариус. Но выйти к берегу Язьевой не так-то легко. Пойменная низменность вдоль реки покрыта осоковым болотом. Можно прыгать с кочки на кочку. Осоковые кочки прогибаются под ногами, но в целом выдерживают вес человека. Но местами ноги проваливаются. И Максим отказывается от попытки пройти к Язьевой реке от лагеря. Из Язьевого озера вытекает всего лишь одна река, Язьевка. И в ее устье, говорят, хорошо ловится хариус. Но я никак не могу к ней добраться. Вот уже несколько раз пытаюсь подходить. Все болото и болото. Осоковые, качкарниковые болота. Глубина удилищем попробовал. Метра полтора. А сверху плавает слой осоковых кочек. Они вроде бы и держат, но если подольше подоптаться, они проваливаются. Штурм болотистой реки с суши не удался. И он принимает решение познакомиться с подводным миром озера и истоком вытекающей из него реки. Ну, мы попробовали порыбачить с берега. И сейчас посмотрим, что там творится под водой. Может быть, там вот такие вот рыбы обитают. Прозрачность не очень высокая. Метра три. Ясь рыба осторожная и близко к себе подводного пловца не подпускает. Максим проплывает несколько сотен метров и попадает в исток реки Язевая. В полутора километрах ниже озера язык леса спускается прямо к ложу реки. Идти по заросшему лесу тоже было нелегко. Но все же гораздо легче, чем по болоту. Рыбалка на Хариуса требует совсем другой оснастки, чем на Язе. Нужно длинное удилище, желательно более пяти метров. Лесо не толще 0,2 мм и набор мушек. Хариусов ловят, сплавляя мушку по течению. На уровне поверхности воды мушка плывет свободно, пока позволяет длина лески. И удилище. Потом снасть нужно перезакидывать. Странно, но применив тактику рыбалки на Хариуса, нам снова начали бойко попадаться вездесущие Язи. Эти прожорливые рыбы жадно хватали не только кукурузу и хлеб, но и мушку. За два часа рыбалки было поймано и отпущено не менее трех десятков Язи и ни одного Хариуса. Слухи о массовом ходе Хариуса на речке Язи оказались преувеличены. Мы покидали мушку часа два и поймали десяток язей и возвращаемся в лагерь без единого Хариуса. То же случается. Позднее мы узнали, что Хариус в Язевой обитает только до водопадов. В километрах в трех ниже истока Язевая образовывает целый каскад водопадов, преодолеть которые Хариус не может. Мы сейчас стоим в сотне метров от реки, но и до сюда доносится сильный шум, настоящий грохот. Это шумит каскад водопадов на реке Язевая в нескольких километрах ниже озера Язевая. Каскад состоит, по-моему, из десяти небольших водопадов, но очень живописных и создающих вот такой вот шум. Нужно сказать, что внизу сейчас очень жарко, а после водопада приятная прохлада, пахнет озоном. График экспедиции поджимал. Нужно было возвращаться в город, и ловлю Хариуса на Язевой реке пришлось отложить на следующий раз. Но и без Хариуса мы получили такой запас впечатлений от этих сказочных мест, что эта поездка запомнится навсегда.